В начале зимы на узловых станциях южно-русских дорог сталкивались два человеческих потока. С севера в Донские, Кубанские, Терские, богатые хлебом места бежали от апокалипсического ужаса. Общественные деятели, переодетые военные, коммерсанты, полицейские, помещики из горящих усадеб, аферисты, актеры, писатели, чиновники, подростки, почуявшие времена Фенемора Купера, словом, еще недавно шумное и пестрое население обеих столиц. На встречу с юга двигалась сплошной массой закавказская миллионная армия с оружием, пушками, снарядами, вагонами соли, сахара, мануфактуры. В скрещениях получалась теснота, где работали белогвардейские шпионы. Казаки-станичники выезжали к поездам скупать оружие. Богатые мужики меняли хлеб и сало на мануфактуру, шныряли бандиты и мелкое жулье. Пойманных пришибали тут же, на путях. Красногвардейские заслоны были малодействительны. Их прорывали, как паутину. Здесь были степи, воля. Здесь еще в седую старину ходили, заломив шапки. Все было непрочно, текуче, неясно. Сегодня перекрикивали иногородние, малоземельные и выбирали совдеп. А на завтра станичные казаки разгоняли шашками коммунистов и слали гонца с грамотой в шапке в Новочеркасск к Атаману-Каледину. Чихать здесь хотели на питерскую власть. Но с конца ноября питерская власть начала уже разговаривать серьезно. Создавались первые революционные отряды. Это были передвигающиеся в растерзанных вагонах эшелоны матросов, рабочих, бездомных фронтовиков. Они плохо подчинялись командованию, бушевали, дрались свирепо, но при малейшей неудаче откатывались и на грандиозных митингах после боя грозились разорвать командиров. По тогда уже задуманному плану Дон и Кубань окружались по трем основным направлениям. С север-запада двигался Саблин, отрезая Дон от Украины. Полукольцом к Ростову и Новочеркасску подходил Северс. Из Новороссийска надавливали отряды черноморских матросов. Изнутри готовилось восстание в заводских и угольных районах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова